Сегодня судебные приставы исполнителя отправились в Адлер. Первый адрес должника – улица Свердлова. Вот этот мужчина задолжал 42 тысячи рублей. Это транспортный налог. Пока деньги не поступят в службу судебных приставов, они описывают имущество неплательщика. Мы арестовали телефон должника. Если он не оплатит свою задолженность, то в конечном итоге этот телефон будет изъят и реализован в счет погашения задолженности. Десять дней будет дано должнику, чтобы закрыть свою задолженность. А вот по этому адресу должника не оказалось. Он не платит транспортный налог уже несколько лет. Накопилось 34 тысячи. Должник здесь только прописан, но давно живет в другом городе, рассказывают хозяева. Но это не останавливает действия судебного пристава по аресту, отыскиванию и аресту имущества должника. В данном случае мы арестовываем по данному адресу имущество, которое собственники по данному адресу не подтвердили о принадлежности. Поэтому мы арестовываем, описываем и передаем на торги имущество. До того, как прийти в дом к должникам, налоговая разослала более 200 тысяч уведомлений. Только после подключились судебные приставы. По квартирам неплательщиков они отправились после 1 декабря. Это последний срок, когда налог можно было оплатить без учета пени. Всего в службе судебных приставов сегодня находится на исполнении более 31 тысячи производств. Результаты такие, что с начала года окончено у нас 13 тысяч исполнительных производств. Взыскано с начала года более 143 миллионов рублей в консолидированный бюджет по транспортному, имущественному и земельному налогу. С аналогичным периодом прошлого года уже в разы больше мы оканчиваем и фактическим исполнением. Это благодаря тому, что активно применяются ограничительные меры на выезд должников за пределы Российской Федерации. Потом это запрет рек действий на транспортные средства. Таким образом, с учетом неоплаченных долгов прошлых лет, город недополучил около 1 миллиарда рублей. Между тем, эти деньги могли бы пойти на развитие социальной сферы курорта. Несмотря на то, что транспортный налог идет в краевой бюджет, из этих поступлений формируется так называемый дорожный фонд, и деньги с этого фонда распределяются из краевого бюджета на финансирование реконструкции дорог по муниципалитетам, в том числе и в городе Сочи. Поэтому плата транспортного налога прежде всего в интересах самих автомобилистов. Есть и такие случаи, когда налогоплательщики просто не знают о том, что за ними числится какой-то долг и никаких уведомлений не получали. 12 декабря, в общероссийский день приема граждан, они могут обратиться в налоговую и получить ответы на все вопросы. Если остались у налогоплательщиков какие-то вопросы по предоставлению льгот, правильности расчета налогов, мы готовы в этот день на них ответить. Есть и другие варианты. Узнать о наличии долга можно через интернет в личном кабинете на сайте налог.ру, либо скачать мобильное приложение ФССП России Федеральной службы судебных приставов. Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.